привет дорогие друзья много комментировал по поводу запрета соцсетей ну а чуть позже я уже узнал что владимир александрович пошел дальше он своим указом вел санкции против эрмитажа и других там музеев российских я не могу одного понять но как бы эрмитаж чем провинился что что такое что делать эрмитаж не так может быть есть какое-то объяснение но я не знаю я более того в этом списке увидел людей которые никогда ничего плохого украине не делали в этом санкционном списке я увидел там людей которых я лично знаю как бы наоборот они очень хорошо настроены или там нейтрально но сейчас уже не нейтрально конечно что сделали не так музеи если он находится под санкциями я вот когда наконец-то посещу россию а я уверен что я это сделаю в любом случае и конечно же отправлюсь в эрмитаж конечно же я отправлюсь в российские музеи потому что я обожаю искусство на российское и мне туда стоит заходить или не стоит а или я захожу уже куда-то какое-то заведение которое под санкциями в общем класс это 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 политика петра порошенко и владимир четко показывает что он продолжатель дел петровых продолжатель дел петровых обойти будь-яки забороны и вы знаете методологию как это работает но для чего это было сделано ну это было сделано с единственной целью для того чтобы меньшинство то самое которое оскорбляло зеленского перед выборами то самое которое называло его наркоманом конченом и так далее тому подобное не осерчало на зеленского и чтобы они начали разгонять очередную зраду на таких рейтинговых телеканалах как эспрессо со зрителями три человека да и там ну и там на всяких прочих радио свободах там телеграмма всевозможных активистов и так далее это было сделано только исключительно вот с этой целью потому что то что произошло а произошла подпись зеленского то что там верховная рада приняла вот это вот это окей снбо которое больше ничем не занимается кроме какой-то чепухи это окей но то что зеленский это подписал это значит он подписался под словами что он не отвечает за свои слова ибо конечно же все вспомнили то самое интервью годичной давности когда зеленский говорил что на самом деле это глупо надо создать что-то свое а тогда запрещать то что свое порадитесь с людьми до речи він говорил что решение конечно конечно все надо выносить на рассмотрение общественности людей потому что у людей не спрашивают люди вообще как какое-то как быдло как приставка под выборы на самом деле вот приходят люди проголосовали а дальше мне уже на них плевать как это так плевать ну как этот через год ты абсолютно на 180 градусов меняешь свои свои убеждения он говорил что если будет создана на что-то новое тогда мол можно отказаться от этого и даже наказывать за то что ты пользуешься там этим а что новое было создано я помню мне только на память приходит в семнадцатом или восемнадцатом году попытались создать украине а и все сми начали об этом украине а создают украине а это знаете весь мир объединяет там все страны а здесь решили свои деревни закрыться как бы в селе и но не получилось конечно же абсолютно ничего я над этим смеялся меня тогда ругали за то что я над этим смеялся так и вышло но не не успела открыться накрылась то есть своего не создали ничего при этом я уже слышу даже от народных депутатов от слуги народа высказывание касательно телеграма то есть они свихнулись я думаю что уже очень скоро мы дойдем до предложение запретить youtube потому что на youtube можно увидеть шария на ютубе вообще много чего можно увидеть того чего не надо видеть а не надо видеть кому не надо видеть людям получается они решили за людей что в одноклассники ходить не надо контакте не надо снег башка попадет и так далее я слышу об основании там фсб мол вербует ну я не знаю а по телефону не вербует как то по-другому не вербует надо обязательно через контакте вербовать полный абсолютный бред я должен подчеркнуть это бред звучит от тех людей которые с умными с умными лицами рассказывали о диджитализациях рассказывали о краине в смартфоне о том что они такие продвинутые эти продвинутые идут по пути к ндр запрещая соцсети это дно дна на самом деле это позорное позорное решение которое не повлияет никоим образом на людей которые пользуются вконтакте потому что они даже в деревнях прекрасно знают что такое vpn к примеру я без vpn не захожу вообще в интернете должен сказать но мне не надо мне он не нужен для входа в контакт потому что я живу не в кндр а в свободной европе поэтому в контакте здесь разрешен вернее заходи себе смотри все что там хочешь и так далее эти решили запретить они решают за людей знаете в таком стиле а середины двадцатого века они на самом деле не движутся вперед как-то там пытаясь реально создавать свое рассказывать смотрите в контакте отстоя у нас здесь вот весело и классно то для пенсионеров у нас здесь для молодежи они пытаются запрещать не понимая что любой запретный плот сладок говорили про телеграм зокрема уже была такая инициатива від окремих народных депутатов и слуги народу я нагадаю нашим телеглядачам что своего часу перебываючи у давосе відбулася зустріч володимира зеленського з людиною дуже схожую на павла дурова и по инсайду мы знаем о честно кажучи ніяких успешных перемовин не відбулося павло дуров мое свою особую позицию и с ніякой владой не співпрацю и так что тема достатньо актуалізована я маю на увазі можливо і заборонять телеграм хоча це вже занадто Юрій Камальчук нещодавно народний депутат від слуги народу сказав коли його запитали для чого ви це зробили він каже розумієте особисті контактні дані там конфіденційну інформацію наші вороги можуть використовувати дивно але оця от история з Україною смартфоні виглядає досить примітивно бо постійно конфіденційні дані спливають на поверхню з різних реєстрів це виглядає смішно і навіть прикро як ви це відкоментуєте я наскільки я слышал так більше проблем було не от вконтакте а додатку дія це правда потому что начали друг продавать торговать я ж сам думал не купить ли там інформацію о кольком ну там а не массово массово это начали предлагать давайте паралельно покажемо зустріч дурова у нас є фото я думаю що це цікаво нашим проглядачам продовжуйте будь ласка свою точку зору но ви замітьте замітьте що если б не було вот допустим в телеграмі если б він був запрещен то їм негде було б продавати поэтому лучше вообще я считаю що зробити все таки вместо інтернету какой-нибудь укранет укранет чтобы а краще інтранет як в кндр да отличная отличная идея мы тогда будем ограждены от летворного влияния соседних стран и как раз таки это опять таки шаг вперед это уже не 21 а даже 22 век смотрите слуги на самом деле нас обманули как и владимир александрович зеленский он просто нас наколол и когда он говорил что зробу моих разум непонятно кому он говорил и кого кого зробому это уже знаете уже затерлась эта фраза все говорят ну вот непонятно а вот я сегодня задумался ведь на самом деле он же может сказать я ж не не к вам обращался можете обращался к петру алексеевичу и кого корчу куда я говорю мы шо зробу моих разум и вместе сделали да может быть и так я не знаю честно а вот здесь я рассказываю про лохов вы извините за такое определение но это определение самое близкое лохи лохи вы знаете как джентльмены верят на слова и джентльмены владельцы своего слова хозяева своего слова 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 забрал если ты разговариваешь с лохом предоставление украине транша в обмен на все на последние трусы и в итоге изменение условий ну это так общаются только с лохами с пасхудами какими-то вообще с ничтожествами мое такое мнение фонду за новою програмою протягом одного-двох тижнів про це заявила заступниця голови офису президента юлія ковалева у коментарі журналістам напередодні міністр фінансів сергій марченко заявив про сумму кредиту близько двох мільйонів американських доларів за словами ковалев точний обсяг траншу стане відомий лише наступного тижня напередодні міністр фінансів також додавши частину траншу використаю для погашення дефіциту держбюджету ця сума становитиме ну зараз на даний момент становить 300 мільярдів гривень нагадаю раніше МВФ змінив програму кредитування сума пози залишилася однаковою однак замість трирічної програми рушеного фінансування тепер 18 місячна програма стендбай але мене дивує розмір цифр да дефіцит бюджету 300 мільярдів а у нас перший транш за тиждень два там кілька мільйонів доларів виглядається достатньо невпевнено і смішно чи я можливо перебільшую Анатолю Ні в коїм випадку ви не преувеличиваєте Смотрите Діло в тому що є теж такі поняття джентельменські соглашення якщо ти вже дал слово договорились на берегу ну і все а потім уже соглашення не міняють но це тільки в середі джентельменів і тільки в середі тих хто в рівень тобі а з шестерками це зовсім по-другому знаєте як тож там є такі воровські поняття так лоха можна обмануть але здесь я вважаю чітко це лоха можна обманувати йому можна парити все що угодно тому що це я считаю супер позором це позор номер один нынешній власні коли ти продаєш последній стратегічний актив землю коли ти після цього продаєш банки отдаєш банки во внешнє управління а тебе після цього обманують і не дають даже того що тебе обещали по сути це плівок в лицо я б сказав даже хуже так к сожалению ну или к счастью нельзя этого произносить да это в лицо просто вот можно сказать помочились знаете ну иначе это как никак не назвать как это так вам обещали определенную сумму за продажу земли за за все остальное для того чтобы у вас там штаны не сползли грубо говоря тут же вам дают пять копеек говорят стендбай называют красивыми словами то что можно назвать по-другому вам дают пять копеек для того чтобы вы перекрыли исключительно проценты по предыдущим кредитам это что ради этого вы продавали землю да вы просто дурачки которых обвели вокруг пальца вот и все самое самое позорное вообще что могло произойти причем что я смотрю на европейских партнеров и я думаю что они тоже уже перешли границу знаете в своем неуважении украинской власти напрямую к владимиру зеленскому потому что ну могли же ведь они выделить эту сумму на самом деле могли это ничего такого небо на землю анатолию вибачьте что перебиваю але звернуть увагу є такий джерри райс який представляет международный валютный фонд он же не просто так сказав что мы не дамо с певных причин внутренних проблем он сказал мы абсолютно не впевнене в экономичных позитивных перспективах украины тому на те вам такий невеличкий шмат грошей и это выглядит особенно цинично и примитивно и образливо для украинской влады или не так да конечно я вообще не знаю на самом ну а что бы ему сделали если бы он сказал например я считаю вас на самом деле насекомыми поэтому мы я даю вам вот такую вот сумму мы даем вам такую сумму радуетесь тому что получили захлопните варежки вот если бы он сказал вот даже эту фразу все было справедливейся я так розумею да я просто постарались не заметить ибо то что мы видим это тоже самое что он сказал такую фразу даже еще хуже знаете отправил заданием в сторону моря ибо ибо вот после этого что надо было бы сделать надо было бы конечно же каким-то образом пытаться отменить законы которые уже приняты ибо ну как так мы договорились за дно а вы нас просто развели вы нас кинули какой в этом смысл тогда получается что надо было все таки прислушаться к умным головам которые я очень рад что я был не один в этом утверждении о том что надо идти на жесткую реструктуризацию долга а не хотите как хотите они захотели бы никто не пойдет на дефолт когда говорят это уже дефолт реструктуризация не даешь деньги да плевать на самом деле ну в итоге что вышло получилось ни того не этого вы понимаете вы выбрали как там вместо войны там позор выбрали получить войну и позор в итоге сейчас уже вдруг сакашвили проснулся от литургического сна и говорит а надо бы реструктуризацию сделать ну дружище ты бы еще через пять лет вспомнил в этом хорошо было бы вспомнить до принятия законов на принятие которых приезжал лично владимир зеленский рассказывал как нам это сильно надо и так далее что начать будет рассказывать это плевок в лицо и это последний уже не звонок а просто колокол о том что надо прекращать сотрудничество с мвр и другими организациями которые не относятся к украине украинской власти как равны не относятся нигде бы такого не прокатило они прощают странам пускай говорят это страны третьего мира украина страна какого мира и мы будем верить продолжать ехать по этой колее что мы там такие же европейцы как и все да не такие же европейцы потому что в другую европейскую страну не отправляют транспорт за рабами поэтому не надо рассказывать что мы такие же европейцы мы не такие же и когда мы начнем себя ставить ставить в позицию не унижаемого а искать наконец-то ну субъектность в этом всем тогда возможно постепенно степ-бай-степ там начнут относиться не как мартышкам каким-то которым знаете там бусы вот и нас вот что они делают посмотрите как ведет себя американское посольство чувак мой друг и говорит я спевать люблю украинские песни поет ему приходят пишут дякую он они нас животными считают они нас считают животными они считают что взяв у нас какие-то погремухи надев на себя по плясах они знаете нам оказывают какую-то услугу да хватит уже считать себя животными мы украинцы так а мы ж навіть не чинимо спротив розумеете в чьому проблема не бачите ми дякуем мы дякуем на это все в ответ на это мы дякуем приходим ой дякуем они спивают колядки раз раз на риг тоже там какие-то посольства христа какая-то выходит там из какого-то посольства спивает колядку и все потом уходит одевается в нормальную одежду да снимает вышиванку а наши этого все воспринимают надо прекращать относиться к себе какому-то третьему сорту можно 150 раз рассказывать там мы великие и так далее вот песню даже сложили мы великие с такой грозной рожей пели помню в четырнадцатом году не великие мы должны ставить себя и сделать себя великими но нельзя с голой задницей хотите кричать мы великие когда нас нагибают а мы кричим мы великие нам присылают транспорт за рабами мы кричим были великие великие никогда в жизни так себя не ведут на 46 младенцев рожденные вот тоже великими матерями для отправки на запад и я так понимаю что это все соответствует украинскому законодательству это разрешено это можно это вывоз биоматериала живого на западе когда это увидел меня вообще меня ну меня просто прозрел ну как так можно это же такой людьми уже я понимаю что многие семьи там лишены детей на западе и здесь нет ничего такого украинкам платят за это деньги там в среднем 10 тысяч долларов он платит за то что они вынашивают это все вроде бы как всем хорошо да но с другой стороны если посмотреть на морально-этическую сторону вопроса это же торговля людьми может страна какая-то торгуем людьми хорошо я сегодня слышал допустим историю от человека которого я склонен доверять и он говорит что не только для этого не только для усыновления они только вот таким вот образом вывозят этих детей а возможно для трансплантации этих детей вывозят потому что потом контроль теряется украинский контроль теряется а на западе иногда это контроль не осуществляется несмотря на то что мы думаем что запад такой супер-пупер правильный это все ужасно и я думаю что надо все-таки возвращаться как-то искать субъектность